Добрый день! И красивый и потрясающий совершенно орган. Вы знаете, да? Что орган – это король всех инструментов. Знаете, да? А кто помнит, сколько же трупов у нас в нашем органе? Три тысячи. Ты близок. Кто там сказал три тысячи? Еще? Четыре тысячи. Нет, уже перебрала. Три тысячи шестьсот труб в нашем органе. Вот есть вот эти большие такие, они совсем маленькие, совсем крошечные, миллиметровые. Они все висят на таких тоненьких маленьких крючочках. Поэтому нельзя шуметь, нельзя только ногами, нельзя, я вам говорила, чтобы были сквозь муки. Потому что перепады температур специально есть человек, который следует за этим. Нельзя, чтобы пыль была, нужно, чтобы всегда было очень чисто, воздух был чистый. Потому что засоряются они, и потом начинают болеть. Орган как ребенок. Он всего боится. За ним нужен особый ход. Вы это знаете многие, я это рассказывала. Но не нельзя повторять. Итак, ребята. Орган – это король на нем. Можно исполнять произведения, звучат, вернее, такие инструменты, которых уже даже нет на земле. И вообще, Орган может заменить звучание целого оркестра. Что такое вообще музыка? Ведь она постоянно рядом с нами. И у нас хорошее настроение. Мы слушаем одну музыку. Когда нам грустно, эта музыка совсем иная. Она отвечает нашему настроению. Сегодня вы будете слушать. Вы будете слушать сказку. Сказка, как всегда, борьба добра и зла. И всегда добро все-таки побеждает. И вот тема сегодняшней сказки – это прекрасная девушка, которая спит долгими проблемами сном. И ее может спасти только любовь. И только человек, который сумеет полюбить ее и вернуть к жизни, должен прийти. Такая сказка, вот эта тема, есть и у Пушкина. Сказка о мертвой царевне и себе бактериях. Такая сказка есть и у братьев Крым. Это немецкие сказочники. Это королевна Шиповничек. Это сказка о мертвой царевне и, конечно, спящая красавица. Это сказка Шарль Перо, французского сказочника. Почему музыка должна сопровождать? Потому что музыка помогает понять характер героев. Поможет вам воспринимать совсем иначе. Она будет будить вашу фантазию. И вы будете не просто слушать. Я уже говорю, что сказка не только для детей, а даже больше для взрослых. Потому что они вспоминают свое детство, вспоминают сказки. Сказочная жизнь – это мечта наша. Но и все, что сказано в сказках, когда-нибудь действительно сбывается. И сказки писались для чего? Это фантастика та же самая. И много летучий корабль. Старая-старая сказка. И вдруг появляются самолеты. Правда? Ковер-самолет. Тогда даже не могли представить, что в небе будут летать самолеты. Как это возможно? И такого очень-очень много. Сказки в самобранках. Там все это было. Когда сказочники сочиняют, они мечтали об этом. И это случилось. И когда вы будете мечтать о чем-то очень хорошем, нужно всегда верить в то, что у вас случится. И тогда действительно оно придет к вам. То, о чем вы мечтаете. Но сегодня мы хотели бы, прежде чем начать говорить о сказке, есть еще, кстати, одна сказка, которая понятна человеку любой национальности. Она понятна и французам, и англичанам, и русским, и немцам. Это музыка. И вот есть еще сказка. Музыку написал наш замечательный, великий композитор Петр Чайковский. Он был, даже в своем уже преклонном возрасте, он был ребенок. Он настолько был ребенок душой своей. И вы посмотрите, еще кончик он написал на эту палетку, да? Как много всего он обращается именно к сказкам в своей музыке. И «Сидящая красавица», она тоже вдохновила его. А постановщик этого палета – это палет. Но музыка – это язык, который понятен буквально всем. Замечательно. Правда, в сказке «Шарль Берро» там нет героя. Принц, принцесса, фея. Молодая, добрая, старая фея. Имен нет. А у Петр Ильича они все имеют принцессу. Именно спящая красавица. Аврора. Принц Дезире. А фея, молодая, добрая фея, она фея Сиени. А вот злая фея, она фея Карабос. То есть совсем казалось по-другому. Мы все это соединили. И будет звучание не только музыка Петра Ильича Чайковского, но вы услышите и музыку Баха в вокальном исполнении. Потому что голос тоже помогает, ребята, понять все это. И направление сказки. А сейчас мы хотели бы все-таки орган. Чтобы мы послушали отдельно орган. Это наша всегда задача. Потому что есть же какие концерты, где орган не звучит. И мы хотим, чтобы дети привыкли. Вы когда-нибудь будете гордиться тем, что в нашем городе есть орган. И куда-то вы едете, какие-нибудь орган. Органа не будет. И вы будете вспоминать, что в нашем городе это наша гордость. И когда приезжают люди, они первым делом стремятся попасть на концерт органной музыки. И чтобы приучить детей к этому, мы теперь в каждой детстве концерта стараемся про запрещав орган. Я хочу, чтобы Кирилл Янковский нам сыграл и показал, что такое орган. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 которая тоже, вы почувствовали, что это современное, правда? Чувствуете? Да. Ну, а вот теперь, а теперь сказка «Спящая красавица». Субтитры подогнал «Симон» На свете жила кровь и кровь, и, к сожалению, у них не было детей. Что только они делали, ездили на богомолье, обращались к вещуням, ничего не помогало. Грозный выгод, а люди мечтали о наследии. Но вот, что за радость в доме? Горят люстры, звучит музыка, все радуются вселяться, поздравляют друг друга, это случилось чудо. У короля и королевы родилась дочь. Но понятно, что сразу же было устроено веселье, праздник. Были приглашены гости из соседних государств, из соседних городов, съезжались люди. Дворец сиял. Понятно, что и виновница торжества тоже явилась на этот бал. На бал были приглашены феи. Вообще, раньше феи, они могли подарить ребенку какие-то добродетели. И поэтому их оказалось семьи. Был накрыт роскошный праздничный стол. Был накрыт роскошный праздничный стол. Все было замечательно. За столом сидели семь феи. Каждый перед ней был роскошный прибор. И еще каждой фее подарили такую золотую коробочку, в которой лежали тоже золотые с драгоценными камнями, ложка, вилка и ножичек. Их тоже было семь этих коробочек. Веселье было в самом разгаре, когда вдруг раздался шум кровот. И во дворец зал прямо влетела колесница из ореховой скорлупы, запряженная страшными большими крысами и ушами. А в этой карете сидела страшная, злая, старая фея. И ее не пригласили. Они и забыли. И, естественно, так же их забыли. Нет. Просто не знали, что она еще жива. Она последние пятьдесят лет не выходила с башни своего замка. Но тут же приказали подать ей прибор. Но коробочке этой-то не оказалось, потому что их было всего семь. Сколько фей, столько и заказали. Фея ни слова не сказала. Но она очень рассердилась. Она подумала, что король и королева просто невежливые люди. И встречают ее без всякого достоинства. Она промотала какую-то злую угрозу под нос. Но рядом сидела молодая фея. Она слышала все и решила, что должна помешать. Она была не столь сильна, чтобы помешать старой фее что-нибудь пожелать плохое. Но она хорошо знала, что последнее слово остается в памяти. И играет очень важную роль. И поэтому она, как только все вышли за стола, отправилась в детскую и спряталась за пол кроватки. Когда в детскую вошли феи и начали одна за другой желать маленькой принцессе. Одна пожелала ей, что она будет самая красивая, и все будут восторгаться ей. Вторая, что она будет самая умная, и третья, что она будет прекрасно петь, как соломинь. Четвертое, что она будет рукодельницей, и все умеет делать. Пятое, что она будет прекрасно танцевать. А жестая, что она будет играть на всех музыкальных инструментах великолепно. И тут дошла очередь посидимой. И старая, злая фея склонилась над колыбелью. Она вся тряслась не от старости, нет, от злости. И она сказала, ты будешь самой красивой, самой нежной, самой прекрасной. Но когда тебе исполнится шестнадцать лет, ты уколешь палец в милетеном, и умрешь. Все вздрогнули от такого пожелания. И тогда из околок вышла молодая фея. И сказала, отчаявшись за королеву, они плакали. Сказала, я не могу изменить эти слова. Но я вам помогу. Она не умрет. Я сделаю так, что она уснет и будет спать сто лет, пока ей не разбудит прекрасный принц. Король и королевы немножко утешились. Король издал указ, запрещающий держать в домах веретенной прялки. И вот снова праздник. Принцессе исполнилось шестнадцать лет. И тогда король и королева решили праздновать в своем загородном дворце. И они все отправились туда. Принцесса первый раз попала в этот дворец. Она бегала по комнатам, по залу и добралась до башни наверху. А там в комнатке сидела старушка. У нее такое доброе лицо было. И она что-то делала. Принцесса не могла понять, потому что она впервые видела прялку. А старушка пряла. Как ни странно, она никогда не слышала об указе короля. И она не знала, с кем она разговаривает. А принцесса спросила. А что вы делаете, дедушка? Я приду пряжу. Как это интересно, как красиво. Можно я попробую? Не успела с дружковым, когда она выхватила из рук старушки ледяно. И едва прикоснулась к нему, как уколола палец. Вскликнула. И за гордоном упала. Старушка испугалась. Она стала звать на помощь. Прибежали слуги. Что они только не делали. Они прыскали в огонь. Ведь у принцессы. Они мотли лоб. Оксусом. Венгерской королевы. Они хлопали ладошами. По ее лицу ничего не помогало. И тогда позвали короля. Он побежал. И все понял. Он понял, что сбылось пророчество. Он велел отнести принцессу в самый красивый зал. И уложить ее на красивую кровать. Зал весь сиял. Стены были золотые. Люстры сверкали. А принцесса лежала такая красивая. Она не попреднила. Щетки были розовые. А губы алые, как кораллы. И если прислушаться, Хоть глаза были закрыты, Слышно было легкое дыхание. Король старлей ойфи поцеловали свою дочь. И король издал указ, Чтобы никто не смел тревожить сону принцессы. А фея Сирина, Добрая молодая фея, Она была слишком далеко. Но карлик Скорхотову В своих семейных сапогах, Семейных, Знаете, что такое семейные сапоги? Это когда сделаешь один шаг, И сразу проходишь всех миг. Он сразу же бросился к молодой фее. И через час она в своей колеснице, Забреженной драконами, Примещалась ко дворцу. Король мог не издавать этот указ, Потому что фея Прекрасно знала, Что нужно делать. Она взмахнула палочкой, И зазвучала прекрасная музыка. Она взмахнула палочкой, И не увидит рядом с собой Ни одного знакомого родного лица. Ей будет очень грустно. Она взмахнула палочкой, И в тот час вы все стали засыпать, Страны, лагеря, повара. Уснули фонтаны, Уснули фонтаны, Уснули огонь, Уснули даже жареный господь в теле. А музыка звучала, звучала, И из земли стали прорастать, Но веки деревьев и львов. Они стали обнимать двери, И в очки появились в старнике, И в ежевики. Они спитались ветвями. Уснули лошадь, Уснули творовые псы, Уснули страшно. И ускорб маленькая собачка, В душе прорежала много лискостей. И в прошлое час, Как путь от отца был закрыт, Уснули все кроме короля и королевы. Теперь никто не сможет потревожить сону о принцессе. Уснули все кроме короля и королевы. Субтитры создавал DimaTorzok Прошло ровно сто лет. Много сменилось королей за это время. И вот однажды лес вдруг услышал лай собак. Сестры уже выстрелы, это молодой принц, сын нижнего короля, отправился на охоту. ПЕСНЯ Он увидел, как лес подступает к самым идеям. Иистое с горы он увидел еще заранее башню какого-то старинного замка. Он не знал его существования. Он стал спрашивать у жителей окрестных тут деревьев, что это за замок. Но никто не мог бы сказать, никто не знал. Одни говорили, что там живет привидение. Другие говорили, что ведьмы туда слетаются и устраивают свой шаш. А третьи говорят, что там живет страшный людоед, который ворует маленьких детей, привозит их туда и съедает. Принц не знал, как его верить. Но тот к нему подошел, старик сказал, когда я был молод, как ты, от своего отца я слышал, что в этом замке спит прекрасная принцесса. И пройдет еще пятьдесят лет, прежде чем принц, прекрасный принц спасет ее. И вдруг принц почувствовал, как бьется его сердце, что же так взволновало его. И вдруг он понял, что это он должен спасти принцессу. Он застучился ко мне и бросился к лесу. И вдруг деревья перед ним расступились. Широкая аллея, по которой шел принц. Деревья за его спиной тут же сомкнулись. И никто не смог пойти вслед за ним. А он принц шел вперед. Сердце его страшно билось. И вот он перед дворцом. И видит, как у ворот стоят, сидят стражники. И все они спят. Они страшно храпят, а в руках у них кубки с вином. И вино за это время не высохло. Он прошел дальше. Везде были нарядные дамы, кавалеры. Он прошел много сал. И наконец вошел в самый роскошный сал. И увидел прекрасную принцессу, Которая была так живая. Глазами закрыты. И в это время пробил час назначенной фини. Принцесса открыла глаза. Увидела принца и сказала. Ах, этого принца. Почему же так тут и ждала и слышали? Принц запустился перед ней на колени. И все вокруг стало жевать. Верная жила собачка. Лежавшую ногу принцессы. Она залаяла. Увидели знакомого человека. Ей ответили. Огромные дворовые сторожевые псы. Стали потягиваться роскошные дамы. Поправляли свои прически, локоны. Которые немножко измялись за сто лет. Кавалеры целовали нам руки. За одну минуту поджарился кусь, Который тогда весной дожарится. Простой слуги повара, поварята. А принц взял принцессу за. И повел ее в зал. Они смотрели друг на друга. Не говорили ни слова. Они сидели за столом. Тоже быстро накрыли столом. Праздничный столом. Но все ждали, когда же к еде прикоснется принцесса. Ни принц, ни принцесса, ни блюкозайский день. Хотя принцессе очень хотелось есть. А принцу тоже. Он понял, что рассинки даже не держал во рту с самого утра. Наконец дамы, которых тоже хотела съесть, не выдержали. И старшая Фрейлина сказала, «Пора приступить теперь». А принц и принцесса не могли налюбоваться друг другу. Музыкант придворный. Тот же сочинил песенку о спящей красавице. Ее стали петь. А кто не умел петь? Рассказали сказку о спящей красавице. И так сказка передавалась из уст в уста. И дошла до наших дней. А принц и принцесса, сидя за столом, служили музыкантов. Служили красивую музыку. А музыканты пели старинную музыку. А музыканты пели старинную музыку. И дошла до наших дней. И мы с вами все очень стараемся. Мы сегодня слушали эту сказку, в которой темные силы вначале как будто победили, но все-таки добро — это самое главное, и добро всегда побеждает зло. В эфире бывает волшебный дворец, у сказки бывает счастливый конец, но чтобы всем людям на свете и зло, добро побеждает зло. Мы, дети, мы знаем, что есть волшебство, которое землю спасет от всего, и чтобы всем людям на свете и зло, добро побеждает зло. В эфире бывает волшебный дворец, у сказки бывает счастливый конец, но чтобы всем людям на свете и зло, добро побеждает зло. Ребята, вот я вам говорила о том, что в сказке Шарль и Перро имен нет. Но я один раз даже произнесла специально, потому что у Чайковского имена есть, кто-нибудь запомнил? Как же зовут принцессу? Агрора. Агрора, конечно. А принца? Сирен. Молодцы. Хорошо. А как зовут, добрухи? Сирена. 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 Про сирене. Фея сирене. А злую колдунью? Карабас. Ага. Труднее как? Карабас. Не Карабас, а Карабос. Карабос. Молодцы, ребята. Внимательно слушали, умницы. И сейчас, чтобы вы ушли домой, еще раз услышав, запомнив орган, Кирилл для вас сейчас снова играет замечательную, красивую музыку. Служим? Да. Да. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марина Климентова Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok